Иисус даже предсказал, что если Его пришествие было бы отсрочно, никто бы не выжил. Христос предупреждал нас о том, что нам придется столкнуться со всем этим, и что эти события будут началом конца. Может ли какой-то акт человечества привести в действие заключительные события существования Земли? Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра. Все, кто был очевидцем нескольких последних десятилетий, не могут отрицать постоянное и пугающее падение уровня нравственности современного общества. Каждое поколение непрерывно переходит границы дозволенного. В результате, каждое последующее поколение руководствуется более низким нравственным стандартом, чем предыдущее. И, к несчастью, кажется, что этому позорному падению нет конца. Во времена Ноя хронический упадок нравственности привел к глобальному уничтожению Земли потопом. Во времена Лота моральное разложение Содома и Гаморы привело к истреблению этих городов огнем с неба. Так же, как было и во дне Лота. Ели, били, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. То же самое происходит и в наши дни. Может ли так произойти, что вопиющая безнравственность и извращенность снова призовут с неба суд? Наравне с нравственным упадком общества, Библия предупреждает нас также о том, что в последние дни драматично возрастет развитие спиритизма и оккультизма. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, вынимая духом обольстителям и учениям бесовским. Практика общения с мертвыми запрещена писанием, быстро становится общепринятой даже в современных церквях. Телевизионные программы и фильмы, освещающие темы колдовства и оккультизма, стали чрезвычайно популярны, особенно среди молодежи. Несмотря на весь этот вопиющий спиритизм и безнравственность, Библия учит о том, что там, где умножается грех, преизобилует благодать. Таким образом, одним из вдохновляющих просветов в последние дни является обещание Иисуса о том, что ко времени Его возвращения Евангелие распространится по всему лицу земли. И проповедана будет с Ее Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Когда-то кажущаяся невыполнимая задача благовествования по всему лицу земли быстро становится реальностью. Благодаря миссионерам, книгам, кассетам, спутниковому вещанию и интернету, труд на Неве Евангелия во всем мире более ускоряется. Весть о спасении никогда ранее не была так широко распространяема, как сегодня. Библия открывает нам, что очевиден тот факт, что мы живем в последнее время. Умножение знания, мировая нестабильность, упадок нравственности и неистовый интерес к культизму все это свидетельствует о том, что конец близок. Последние знамения быстро исполняются. По одну сторону будут люди, получившие печать Бога, по другую получившие начертание зверя. Неправедный, пусть еще делает неправду. Нечистый, пусть еще свернится. Праведный, да творит правду еще. И святый, да освещается еще. Этот отрывок из книги Откровений предсказывает следующие события, когда каждый человек примет окончательное решение за или против Христа. На стороне Бога будут те, кто преданно придерживаются Его слова, несмотря на сильное сопротивление. На другой стороне будут те, кто придерживается высокого мнения о человеческих традициях. Подобно тому, как дверь Ноева-Ковчега закрылась перед началом потопа, в конце концов, перед миром закроется дверь милости, и погибающим людям больше не будет доступна Божья благодать. Второе пришествие Христа неминуемо, но сначала мир переживет ряд самых разрушительных бедствий, которые когда-либо происходили с человечеством. Но в полночь раздался крик. Вот, жених идет! В самый мрачный час, только долгожданная надежда многих веков станет реальностью. Послышится повелительный Божий глаз, говорящий, Свершилось! Громозвучный глаз потрес небеса. Затем произойдет очень разрушительное землетрясение, которое возвестит о приближении огромной небесной армады. Дети Божьи, недавно такие изможденные и бессильные, будут стоять, обрамленные радугой, и сиять пред своими притеснителями. Их лица будут светиться от того, что они будут знать, что их Искупитель и Его многочисленное воинство ангелов приближается, чтобы забрать их домой. Потому сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. По всему небу будет слышен громкий дружный звук и сильный глаз Спасителя. Он призывает спящих святых всех возрастов, говоря, «Пробудитесь! Пробудитесь! Пробудитесь все, почившие во праздник!» По всему лицу земли множество святых восстанет из своих пыльных могил. Они будут обличены в молодые, прославленные и бессмертные тела, без следа болезней или недостатков. Затем и те, кто пережил время скорби, изменятся во мгновение ока. Им будут дарованы новые бессмертные тела, а испуганные нечестивцы будут внуки взирать на это ошеломляющее зрелище. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. В то время, как весь мир сотрясется, искупленные вознесутся над разрушениями. Они взлетят навстречу со своим Спасителем в окружении множества ангелов. Скорбь, грех и страдания навсегда оставят их. Покров, отделяющий их от Господа, будет навсегда снят, и они лицом к лицу увидят Бога и небесных ангелов. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. В то время, как сатана будет оставлен оплакивать свою судьбу, искупленные будут наслаждаться неописуемой славой небес. Каждый из них встретит своего ангела-хранителя, который ответит на многочисленные вопросы людей по поводу их земной жизни. Затем в акте своего последнего разоблачения Бог пригласит искупленных в качестве судей принять участие в суде, открывая перед ними все свидетельства о погибших. Теперь искупленные получат возможность узнать, почему некоторых людей, которых они надеялись увидеть на небесах, там нет. Иисус повелит нечестивым мертвецам восстать из своих пыльных могил. По слову Бога, пред ним предстанут люди всех времен и народов, не обретшие спасение. Они будут воскрешены в тех же смертных телах, которые они имели до своей смерти. Глядя в Божье лицо, нечестивые стволиют осознают каждый грех, который они когда-либо совершили. Они вспомнят каждый случай, когда они загораждали уста своей совести. Каждый момент, когда они отворачивались от призывов Святого Духа. Со стыдом они осознают слова, записанные в 12 главе Евангелия от Луки и сказанные лично самим Иисусом. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. По мере того, как перед их глазами отчетливо будет показана вся их жизнь, каждая потерянная душа полностью осознает, что отвергла спасение своим собственным выбором. Печально, но эти люди никогда не познают мир и счастье тех, кто будет находиться в святом городе. Нахлынувшее на них чувство безграничного отчаяния будет просто невыразимо. Непокорные не смогут отрицать справедливость Бога в объявлении их виновными. Они будут единогласно взывать «Праведные и истинные пути твои, царь святых!» И падая нец, поклонятся князю жизни. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. Богу тягостно наказывать нечестивых, но этого требует его справедливость. Возмездие за грех – смерть. На кресте Иисус потерпел это окончательное наказание за тех, кто принял его жертву. Но, к несчастью, нечестивые отвергли его дар и должны заплатить ужасную цену за грех сами. Ибо вот, придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома. Вы будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших. И когда будут тлеть последние угли наказания, жители вселенной воскликнут и восхвалят Бога за то, что террор сатаны навсегда закончился. Среди вечного мира во вселенной Бог направит все свое внимание на создание нового неба и новой земли. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» И я увидел небо новое и землю новую. И я увидел город святой. Новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога, приготовленный, словно невеста, украшенная для мужа своего. И я услышал голос великий от престола, говорящий, «Отский небо уже с людьми, и Он будет обидать с ними, и они будут Его народами. И сам Бог будет с ними, и отрет всякую слезу с очей их. И смерти уже не будет. Ни скорби, ни крика, ни боли уже не будет, потому что прежнее ушло. И дух, и невеста говорят. И жаждущий пусть приходит. Желающий пусть берет воду жизни даром». Дорогие, время настоящее, последнее. Что творится сейчас в мире? Погода меняется. Полюса меняются. То, о чем я говорю, никакой закона физики, закона притяжения нет. Это придумали атеисты. Вот поэтому меня в том видео отключили комментарии. Все поняла, друзья. Поэтому отключили у меня комментарии. Друзья, я говорю то, что Дух Сатой хочет сказать своим ждущим, жаждущим Его, и ждущим Его бодрствующим. Драгоценные. Я три дня постилась, молилась за того парня. И я чувствую, что еще нужно также продолжать быть в постели молитвы. Так что я продолжаю. Еще три дня, если нужно будет еще три дня. Если нужно будет, то пожизненно, драгоценные. Также и вы молитесь за кого-то, друзья. Кто вам дорог, начните за него сильно молиться, поститься. Потому что по всему видим, что конец уже близок. Очень близок.